Влад спасибо большое за техники также сегодня перед тем как мы все это здесь снимали мы какое-то время находились здесь и я слышал ну как ты объяснял девушке одной как улучшать скорость принятия решений схватки если это небольшой секрет не мог бы поделиться мной и нашими зрителями да конечно смотрите мы обсуждали борьбу в таком упражнении как по сопаро и иногда надо каждому человеку дать собственную задачу потому что каждому человеку есть в чем улучшаться кому-то надо улучшаться в проходах гарда кому-то надо отрабатывать новые гарды в которых он еще не очень уверенно себя чувствует и вот смотрите то есть я не вижу большого смысла лежать условно во время по сопаро 40 минут в одном и том же гарде и делать всегда всем один и тот же свип условно говоря если мы берем человека который борется лучше всех группе то есть условно говоря он умеет делать хавгард хорошо в нем работает и всем делает там условно говоря одинаковый свип со вставанием он его и так умеет делать то есть такому человеку надо ну тренеру тренер должен к этому человеку подойти и сказать, условно говоря, ты борешься сегодня все 40 минут, условно говоря, со спайдер-гарда. И у человека тогда начнет вырабатываться навык спайдер-гарда. Он начнет его лучше чувствовать, начнет понимать, в какой момент ему надо одну ногу сменить на другую, начнет искать оттуда какие-либо свипы. И в чем еще этот плюс дает? Условно говоря, если человек постоянно в схватках пулит, и ему редко приходится проходить гард, соответственно, когда он начнет работать спайдер на пасо-поро, ему придется его, конечно, будут проходить, потому что он не очень уверен в этом гарде, не очень хорошо его чувствует, и ему придется также работать сверху, проходить других людей. Но по поводу принятия решений, там было что-то с 5 минутами, вот это вот. Ты себе выставляешь время, и вот именно происходит принятие решения. Ну, потому что техники многие знают, да, но вот в схватке, к примеру, я вот тот же сингл, ой, обычный икс начал, ну, там, черную какую-то. Хорошо, я понял вопрос. А скорость принятия решения, это уже немного другой момент, она никак не связана с определенным гардом. Какое я люблю давать задания ученикам? Я на соревнованиях следил за своими учениками, и меня всегда очень сильно бесит, когда человек ничего не может сделать, или, условно говоря, устается 30 секунд, он там проигрывает 2 балла и никак не может найти то, куда надо атаковать правильно. То есть, у него просто логически не срабатывает ничего, и он в итоге ничего не делает, проигрывает схватку, проигрывает там 2-0, или одно преимущество, и так далее. Что я говорю по этому поводу? Всегда надо активизироваться с первой минуты схватки, особенно когда у нас схватки 5 минут, 6 минут, это на самом деле не так много, это не правило черных поясов 10 минут. И надо свои баллы стараться забирать или в начале схватки, или в середине, потому что в конце, скорее всего, когда 30 секунд остается, то есть наш соперник уже не получит столько замечаний, что он проиграет схватку. То есть, условно, ведя там в счете 2-0, он может целых 2 замечания получить, и третье он не получит, потому что уже время истечет. Соответственно, человек просто защищается и выиграет схватку. Поэтому нужна скорость принятия решений. Как это вырабатывается? Условно говоря, кладем человека в квадрат, берем 5 человек из группы, и даем ему задание, что он за минуту должен свепануть человека, неважно каким способом, абсолютно неважно, или свепануть, или засабмитить. И когда мы ограничиваем его в рамках определенного временного отрезка, он начинает думать, так, он поставил ногу здесь, как не свепануть его проще и быстрее? То есть, мы не ставим какого-то технического задания, там, сделать берембола, там, или сделать какой-нибудь свип из вонгарда. У нас все просто. Сделать быстро свип, быстро получить 2 балла. То есть, мы настраиваем логику мышления на это. Соответственно, там, первый человек он свепанул, второй защищается по-другому. Соответственно, он уже по-другому начинает думать, так, как именно свепануть вот этого человека. И таким образом у человека будут вырабатываться линии. То есть, он, например, будет работать через свою любимую атаку, потом у него возникает вторая атака, если человек отзащищался вот так, потом возникает третий путь, если человек отзащищался, там, например, он встал на две ноги. И таким образом будет выстраиваться цепочка, и мыслительный процесс будет улучшаться. Ну, это лично мое мнение. И у меня, если честно, я вижу, что ученики за счет таких упражнений начинают прогрессировать. Могу пример привести одной из цепочек? Можете сидеть на коленях? Вот, словно говоря, я там сам себе даю задачу свепануть Назара меньше, чем за минуту. Допустим, если он будет продолжать сидеть на двух коленях, естественно, какая у меня атака первая? Для меня это ножницы. То есть вот, я начинаю выходить на ножницы, если он не отзащищался, отлично. Я, скорее всего, заберу два балла, то есть выполню задание. Как обычно люди защищаются? Они выставляют правую ногу вот здесь. Соответственно, у тех, кто это упражнение не делает, не знаком с этой позицией, когда так защищается, у него будет такой типа, все, человек затупил, он не знает, что дальше делать. Вот здесь мы дальше будем отрабатывать. Соответственно, я понимаю, он поставил ногу, у меня ножницы уже не пойдут. Мне надо быстро переключиться с ножниц на другой свип. Что лично я отсюда сделаю? Я со левой ногой закручусь, оп-оп-оп, подлезу сюда, в Долариву. Здесь я, скорее всего, сделаю берембола. То есть он завалится, заваливайся, заваливайся. Да, я вот здесь с помощью берембола завалю, возьму два балла. Бывает еще сложнее ситуация. Смотрите, может, опять то же самое. Ага, у нас человек стоит на коленках, мы пошли на ножницы, он выставил ногу, я вкручиваю берембол, он выставляет эту руку очень плотно. Да, соответственно, мне в третий раз надо переключаться. Я понимаю, так, он выставил руку, что мне надо делать? Я здесь выхожу на обратный рычаг, на какую-нибудь вот эту тему. От обратного рычага он защищался. Мне четвертую атаку надо придумывать. Я здесь выхожу на Кимуру. Скорее всего, я ее уже тут доделал, потому что, ну, тяжело, я к нему тоже тяжело переключаться между защитами. Вы это тоже должны понимать. Если он 3-4 раза переключился, это тоже значит, что в нашей группе очень хороший уровень, потому что на каждую нашу атаку нам отвечают правильной защитой. И вот после такого задания у нас, соответственно, будет линия. Атака такая, человек отзащищался, мы продолжаем его атаковать другим техническим действием. Третий раз защищался, опять я такой, и на четвертый раз, на пятый максимум человек точно заберет свои два балла. И на этом упражнении мы как раз учимся и улучшаем наш навык в быстроте принятия решений, в логике мышления.